Эффективность спутника В в ходе третьей фазы испытаний составила 91,6%. Об этом написало международное медицинское издание Lancet. Статья этого авторитетного журнала станет еще одним аргументом для тех, кто еще сомневается в вакцинации. Между тем, врачи считают, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, однозначно надо прививаться. Уже ни для кого не секрет, что коронавирусная инфекция представляет особую опасность не только для людей пожилого возраста. Но и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Среди них и сердечники. У таких людей риск также заметно возрастает. Может протекать значительно тяжелее. В своем течении может сопровождаться развитием тяжелых осложнений, нежели у пациента, скажем так, клинически чистого, у которых не имеется никакого коморбидного фона. При этом Николай Жуков отмечает, что никаких специфических противопоказаний у людей с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, аритмией нету. Конечно, перед тем, как идти на прививку, надо сдать тест на наличие антител, проконсультироваться с врачом и в случае положительной рекомендации отправляться на вакцинацию. При этом возраст здесь роли не играет. Наоборот, тем, кому около 70 и даже больше, не стоит тянуть с прививкой. Именно в группе пациентов, скажем так, пожилого и старческого возраста мы регистрируем самое большое число неблагоприятных исходов. Вклад в это весомый и значимый как раз вносит сочетание новой коронавирусной инфекции и большого количества сопутствующих соматических патологий. Напомним, что в Тверской области продолжается массовая вакцинация населения. На данный момент в Верхней Волжье прививки сделали около 18 тысяч человек. Использовано более 52% от общего количества доз, поступивших в регион.